Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по песням степеней из боговдухновенной псалтири царя Давида, по имени Господи царя Давида и всю крутость его. И я напомню, что со 119 по 133 у нас как раз вот эти песни ступеней и объяснял значение этого наименования в двух предыдущих беседах. И сегодня мы читаем 121-й псалом. Он небольшой, в нем всего 9 стихов. «Я возвеселился, когда сказали мне, пойдем в дом Господен». Посмотрим, как это может быть прочитано с еврейского. «Я был рад, когда обо мне говорили в дом Господен пойдем». О чем идет речь? Скажем, прямо русский перевод по саптуагенте, синодальный, не очень понятен. Во-первых, в одни Давида не было храма. Более древние традиции относят псалмы «Песнь ступеней» к дням самого Давида. Хотя есть другая традиция, которая объясняет, что это псалмы, связанные с событиями после Вавилонского пленения. Конструкция вот этого первого стиха, она очень сложная. Здесь действительно сказано «Я возвеселился, а сказавших обо мне пойдем в дом Господен». О чем это? Известно, что в одни царя Давида храм не был построен. Это было связано с тем, что Давид вел войны, проливал кровь. И Бог ему сказал, что «не ты, твой сын, а Соломон по-еврейски шломо, от слова шалом, мир, то есть мирный человек построит храм». То есть агрессор не может построить храм по определению. И когда Давид состарился и выходил на улицу, то есть такое древнее предание, то люди, видя, что он уже еле идет, они говорили «Скоро пойдем в дом Господен». Вот скоро он помрет, и тогда будет построен храм его сыном, который человек мирный, и мы пойдем в храм. Тогда непонятно, а почему же возрадовался Давид? Я возвеселился, когда сказали мне, ну на самом деле обо мне пойдем в дом Господен. А он все равно радовался. Не я так, мой сын построит храм. И он радовался за этих людей, которые пойдут в дом Господен после его смерти. Потому что душа Давида – это была незлобливая душа. Как Псалом 5, 8 стих, «А я по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему». Он жил этим переживанием. И он вошел в небесный храм Божий, когда Христос вывел души из ада, в том числе и душу блаженного Давида. Поэтому не так тут все просто. И второй стих, «Стояли ноги наши во дворах Твоих, Иерусалим». То есть это счастье и радость. «Строящийся Иерусалим подобен городу, которого здание, здание, смотрите, истолкование Зигабена, здание – это твердыня, твердыня. Строящийся Иерусалим подобен городу, которого здания соединены вместе, образуют какую-то единую твердыню, как бы гряду гор. Ибо туда вошли колено Господне по откровению Израиля». По откровению Израиля имеется в виду, что по закону Моисееву предписывалось трижды в году входить в святой город. на три основных праздника. Об этом говорится в книге «Исход» 23.17, второзаконие 16.16. Вот на это обращает внимание Феодорит. «В понимании древних Иерусалим сам по себе – это как гора, окруженная горами, но которая превозносится над ними. А здание Иерусалима – это твердыния, это прежде всего строение храма, которые сами на горе Мариа и образуют как бы гряду вышних гор, которые возносятся до небес. Ибо считалось, что молитва, совершаемая с горы Мариа, где был храм, во дне Давида предполагался храм, эти молитвы всегда быстро достигают неба. «Ибо туда вошли колено Господне по откровению Израиля, то есть по закону Моисееву, прославлять имя Господне, то есть три раза в году. Ибо там поставлены по-славянски седоша престолы для суда, престолы в дому Давида». Феодорит Кирский пишет, как при Давиде и Соломоне, так и в послепленном Иерусалиме будет Верховное судилище для всех евреев в этом городе, в этом месте. Верховное судилище – это Синетрион, или по-еврейски, более правильно, Сангидрин. Шестой стих. «Молите же о мире Иерусалиму». Действительно, очень важно молиться о мире. «Молите же о мире Иерусалиму». Вот так вот по септуагенте. То есть молите Бога. Это объяснение Афанасия Великого, Златоуста. «Молите Бога же о мире Иерусалиму». Почему в Иерусалиме все время какие-то столкновения, причем с самых древних времен. Когда я первый раз посещал Иерусалим, то гид сказал всей нашей группе, бесы боятся святую землю, особенно Иерусалим, и они не могут вообще ходить по этой земле, поэтому они ходят по головам людей. Поэтому следите за своими мыслями. То есть там всегда идет какая-то духовная брань. «Молите же о мире Иерусалиму, и да будет обилие у любящих тебя». То есть да будет благословение у тех, которые любят Иерусалим. И помните, в противоположность этому сказано в другом месте «Горе мне, если я забуду тебя, Иерусалим». И мы помним, как пророк Иона, который был проглочен китом, он молился на храм. Я уже не знаю, как он там ориентировался в чреве кита, но он молился с мыслью о храме, что он опять пойдет в это святое место, опять будет там молиться. Поэтому нас не должна покидать мысль об Иерусалиме, особенно тех, которые сподобились быть в этом святом городе. Да благословит Господь Иерусалим. И да будет обилие у любящих тебя. Да будет мир в крепости. Что значит «да будет мир в крепости»? По-славянски «в силе», в понимании Афанасия, Златоуста и Феодорита, под силой, разумеется, стены и ограда Иерусалима. Да будет мир в крепости. Но Иерусалим — это и образ церкви. А какая ограда существует вокруг церкви? Это церковные каноны, уставы и постановления, которые удаляют нас от приближения ко грехам, которые удаляют нас от нарушения заповедей Бога. Ограда канонов церковных, уставов и постановлений — это попытка удалить человека от нарушения Божьей заповеди той или иной. «Да будет мир в крепости», то есть мир с Богом обеспечивается верностью его закона. «В крепости твоей и обилие в крепких башнях твоих». По Феодориту царские чертоги, как бы, разумеется, лучшие дома, окруженные стенами и башнями, и населенные богатыми людьми. Но башня в Библии — это образ пророческой позиции, так называемые сторожевые башни, сторожевые башни, на которые поднимались пророки и там слушали голос Божий в самих себе, что он скажет об Израиле. В нашем случае башни — это догматы веры, если стены, окружающие церковь, это каноны, уставы, постановления. Башни — это догматы веры, это учителя церкви. И обилие в крепостных башнях твоих, действительно мы имеем обилие патриистической традиции, святоотеческой, ради братьев моих и ближних моих я говорил о тебе, то есть об этом городе. То есть это гимн церкви, на самом деле, да будет мир. Мир в церкви, мир церковный — это удаление от раскола, удаление от ересей и удаление от любых форм безнравственности, насколько позволят силы. И последний, девятый стих. Ради дома Господа Бога нашего я желал, по-славянски взыскал, как бы всемерно отыскивал, вожделевал по Феодориту Кирскому. Ради дома Господня, ради дома Господа Бога нашего я желал, по Феодориту, вожделел тебе, то есть Иерусалиму, то есть церкви, благо. Мы должны искать мира среди народа Божия и стремиться к этому миру. Таким образом мы видим, как в Святоотеческом комментарии гимн Древнему Иерусалиму оборачивается гимном церкви, с ее стенами, канонами, уставами и постановлениями и с ее башнями, отцами церкви и догматами веры. Спасибо.